Джузеппе Карбони В начале 90-х прошел обучение в вузах Москвы и Минска. С 2000 года является президентом Ассоциации граждане мира. С 2001 президент Ассоциации дружбы с Беларусью Сардиния Беларусь. В 2007 году назначен почетным консулом Беларуси в регионе Сардиния. Более 20 лет занимается организацией и координированием проектов по развитию итальянско-белорусских отношений. Признанный эксперт в области технического, гуманитарного и культурного сотрудничества с Беларусью. Женат, воспитывает двух сыновей. Рады приветствовать вас, уважаемый господин Карбони на белорусской земле, которая, наверное, и для вас уже стала родной. Конечно, это уже моя вторая родина, поэтому я чувствую себя дома и в Италии здесь, честно говоря. Есть масса причин. Во-первых, моя жена из Беларуси. Мои дети имеют двойной паспорт, они и белорусы, и итальянцы, так они любят себя назвать. Когда люди спрашивают, кто ты, итальянцы, они говорят, я итальянец и белорус. Поэтому я тоже, у меня половина моей жизни это Беларусь, поэтому это моя родина. У нас здесь в Беларуси Сардинию приводят в качестве примера того, каким должно быть сотрудничество и отношение между Беларусью и Европой. Вы слышали о таких оценках и как вы к ним относитесь? Это гордость для меня, что Сардиния это пример новой системы сотрудничества. Имеется в виду, что сотрудничество нужно быть эпизодическое, но должен быть комплекс мероприятий. Должен быть и гуманитарный, и культурный, и экономика. Потому что это помогает действительно развивать и быть интереснее не только Беларуси, но и Италии. Не просто одна страна, которая помогает другая. Это уже партнеры, это равноправные партнеры. Я считаю, это самое главное достойное сотрудничество между Сардинией и Беларусей. Ведь все началось, наверное, в 90-х годах, когда вот нашу страну пастила такая страшная чернобыльская беда. Конечно, говорю так, что самую главную роль, я считаю, имели ваши дети. Я всегда люблю говорить, что самые эффективные пасты беларуси в Италию были дети из Беларуси, которые приехали на здоровье и покоряли сердца итальянцев. Чернобыль все равно трогали всех. Я помню, я был тогда молодой, но помню, что когда даже были последствия на Сардинии, мы 3000 километров далеко от вас, но я помню, что было запрещено пить молоко, грибы, овощи. Поэтому люди думали, если это трогало нас, далеко, представление, что будет для населения, которое живет возле станции. Я думаю, что это было сердце, сразу сердце, спонтанное, но потом было очень проще с вашего государственного сотрудничества, ваши чиновники, был такой, разговор был проще, был какой-то общий интерес защитить детей. Я думаю, что это, мы видели, что в Беларуси действительно была политика на защите детей, и это помогло им работать вместе. Можно, что в другой стране это не получило. Приезжали на здоровье не только на Сардинии, но и в Италии. Я хочу напоминать, что в этом периоде, на эти 15 лет, 500 тысяч детей из Беларуси оздоровели в Италии. И что Италия, только Италия сама принимает на здоровье больше, чем половина детей из Беларуси, которые уезжают за границу. Я удивляю, я сам, когда мы начали, я вижу такие тысячи семей, которые принимают детей, которые жертвуют. Потому что я хочу напоминать, что все в платье итальянской семьи. Там никакой государственной помощи, люди жертвуют свои деньги, чтобы принимать детей. Конечно, первый раз это просто помощь, второй раз уже есть прямые связи, это уже и дружба. Очень много итальянских семей приезжали сюда на свадьбу детей, которые принимали. Есть дружба между семьями, есть люди, которые принимают дети из интерната и начинали помогать этой интернате. Но после этого, что самое главное, что я видел, что итальянские семьи, не просто неравнодушники Беларуси, но тоже пытались знать побольше о Беларуси, потому что это Чернобыль один факт, но это уже прошлое. Это все равно, Беларусь это культура, традиции, система развития. Поэтому, что я люблю всегда говорить с теми, которые принимают детей, если вы хотите любить эти дети, вы должны знать и корни, знать Беларусь, потому что через них вы будете знать больше, это прекрасная страна. Уже сотрудничество на уровне народа. Из-за этого, конечно, это новый этап, что тоже и муниципалитеты итальянские, и провинции, и области начинали работать, чтобы расширять это сотрудничество, которое родило от простых людей. Гуманитарный аспект, он по-прежнему играет важную роль в двухстороннем сотрудничестве? Или оно приобрело уже качественно новый характер? Гуманитарный аспект, это фундамент, потому что это, можно сказать, помогает развивать другие направления. Потому что все равно, когда есть эта дружба, которая очень сильно помогает потом найти связи на другие области. Это уже развитие культурной связи, экономической связи, инвестиционные тоже проекты совместные. Конечно, но я думаю, что мы не можем, не надо бросить эти фундаменты, потому что это все равно остается, это очень важно. Но, конечно, в сегодняшний день мы имеем отношение как партнеры уже, это уже другое. Я думаю, что Италия-Беларусь партнеры, партнеры на разные области. Я думаю, что это первый раз, который иностранное государство инвестировало на образ образования в Беларусь. И создал свой учебный центр, который, это элитный центр, который сегодня дал не только возможность готовить специалистов по уровню, европейский уровень, но тоже дал толчок, чтобы развивать и усовершенствовать систему образования, профтехообразования в Беларуси. Это очень важно, потому что до этого проекта просто была помощь, это просто инвестировать на будущее. Поэтому я очень рад, что сегодня, уже 7 лет в Беларуси, в Минске существует учебный центр, который называется Сардиния-Глоба. Это пример, который мы должны развивать еще больше дальше. Мы организуем приезд сюда итальянских студентов, в Беларусь, чтобы познакомиться с своих коллегами. Образование, конечно, очень важно, но я считаю, что уже надо работать, что где предпринимать итальянские пилы, возможно, работать здесь, найти свое место. Я думаю, что Беларусь на это, это сердце Европы, здесь это быть в Европе. Очень важно, например, что между Сардинией и Беларуси идет, например, протокол на мере, например, пописать договор с сотрудничеством между Минской областью и Сардинией. Это дает возможность расширять это сотрудничество, дает возможность, где, например, с Арденским предпринимателем знать больше Беларуси, подумать тоже о инвестициях. Иногда мы ожидаем, например, ответные шаги от Беларуси. Иногда эти медленно идут, это может тормозить наше сотрудничество. Иногда вижу, что люди не готовы на это, быть сокрыты на это сотрудничество, но я думаю, что это просто время, и будет все хорошо. Господин Карбони, понятно, что вы, по сути, представитель нашей страны в Италии, но все-таки как вам удается проводить такую разумную и дружественную позицию по отношению к Беларуси? Ведь сегодня у Беларуси Европы не самое лучшее отношение. Я думаю, что позиция этого союза неправильна, потому что, наверное, информация, которая имеется, это не полная. К сожалению, идет война, это информационная война, которая, к сожалению, дает возможность знать о Беларуси, только кто хочет, что надо знать о Беларуси, только отрицательная информация. Наша работа, кто знает Беларусь, который здесь бывает, кто знает реальность положения Беларуси, это не рай, но это тоже не ад, как хочется сказать, за границей. Беларусь – это страна, современная страна, которая смело выбирала путь развития, которая, конечно, трудная, которая может мешать другим, но которая имеет право иметь, потому что это независимая страна. Когда люди смотрят своими глазами, по-другому оценивают положение в Беларуси. Три миллиона итальянцев, которые напрямую или непрямую имели отношение с Беларусью, только потом принимали детей или потом знают дети. Были в Беларуси, чтобы навести детей, это уже такая аудитория огромная, которая дает возможность иметь альтернативную информацию. Люди знают, что Беларусь не только что покажет, на которой есть статья или телевидение. Как Вы считаете, что могло бы сделать сотрудничество между Беларусью и Сардинией более тесным, более плодотворным? Больше поддержка от беларусской, не знаю, власти, если можно сказать, власти, но учреждения, некоторые вопросы, которые иногда тормозят наши отношения. Могу сказать, например, мы здесь 7 лет работаем, имеем учебный центр, который считается примером в Беларуси. Но есть что-то не так иногда. Мы, например, три раза взяли помещение, ремонтировали помещение, которые никому не нужны. Когда ты дали ремонт, уже это помещение нужно, тебе убирают, надо опять инвестировать. Но я думаю, что это просто менталитет, который надо поместить. Может, что законодательство идет вперед, чем менталитет иногда. Поэтому надо чуть-чуть на это работать. На высокий уровень все нормально, но мелкий иногда можно, что не так работает. Закон хороший, но потом, если кто-то исполняет, не понимает, что суд – это либерализация, или помогать развиваться отношения. И не просто закон красивый, но все равно я сделаю как по-прежнему. Это не только в Беларуси, а в Италии тоже самое может быть. Поэтому я считаю, что очень важно активизировать обмен делегаций, чиновники, стажировки. Итальянские эксперты могут приезжать сюда, белорусские эксперты в Италии. Это обмен опыта очень помогает понимать, что есть теория, но есть практика. Если теория хорошая, потом на практике мы не сделаем, что на теории иногда, что жернее, у теории остается пустое слово. Но надо сказать, что это не я говорю, но все статистики, что Беларусь – это страна, которая делает большие шаги, период, чтобы привлечь сюда инвестиции, чтобы развивать свою экономику. Но самое главное – развитие не должно помешать социально справедливо. Это самое главное, что страна, социальные функции государства остаются. Это, думаю, очень важно. Социальный путь, который решила Беларусь, остается в силе. И на это я смотрю с большим уважением, это большой плюс для Беларуси. Вы четыре года являетесь почетным консулом Республики Беларусь в регионе Сардиния. Ну, с одной стороны, должность почетная, с другой стороны, хлопотная, ответственная. Не обременяет она вас, вот если честно? Для меня гордость, для меня большая гордость представлять Беларусь, потому что я говорю, для меня это как родина, поэтому я чувствую, что я работаю на благо моих детей, которые Беларуси, они тоже Беларуси. Конечно, это тяжелая работа, иногда придется очень интенсивно работать, говорить с людьми. Но думаю, что, и я повторяю, у меня есть такие союзники, это дети, которые приезжают на оздоровление, я готов на это работать. Спасибо вам большое за эту встречу, и спасибо вам за этот интересный, откровенный разговор.